Добрый день! Меня зовут Павлова Лилия Даниловна, и я являюсь ассистентом кафедры дошкольного образования Института психологии образования Казанского федерального университета. И сегодня мы с вами поговорим про компенсирующие группы дошкольных образовательных организаций и выясним, что это за группы, для кого они и как туда можно попасть. Но прежде всего, хотелось бы остановиться на том, что эта группа предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я обращаюсь к главному документу нашей страны, Конституции Российской Федерации, где сказано в статье 43, что каждый имеет право на образование. Также гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного и среднепрофессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. И эта гарантия дается всем гражданам, независимо от состояния здоровья и также детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. В федеральном законе об образовании также сказано, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья – это лицо, обучающееся с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеют недостатки в физическом или психологическом развитии, подтвержденные психолога, медика, педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. К основным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья относят дети с нарушением слуха – это дети либо глухие, либо слабослышащие или поздно оглохшие, дети с нарушением зрения – слепые или слабовидящие, дети с нарушением речи, так называемые логопаты, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, дети с умственной отсталостью или сейчас мы говорим с нарушениями интеллекта, дети с задержкой психического развития, дети с нарушением поведения и общения, куда входят дети с расстройством аутистического спектра. И также дети с комплексными нарушениями психофизического развития с так называемыми сложными дефектами. Это либо слепоглухонемые дети, глухие или слепые дети с умственной отсталостью. Также в этом документе в федеральном законе сказано, что образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Нужно отметить, что если мы более-менее понимаем, что это отдельные организации, например, могут быть такие дошкольные организации для детей с расстройством аутистического спектра. Так, на базе нашего университета создан детский сад «Мы вместе». Если мы говорим о группе с нормотипичными детьми, то здесь мы остановимся на инклюзивном образовании. А группа отдельно или класс в дошкольных образовательных организациях называется компенсирующая группа или группа компенсирующей направленности. Еще раз хотелось бы остановиться, что все эти предложенные формы имеют место быть. То есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья также может посещать обычную группу. То есть мы говорим с обычными нормотипичными детьми. И таким образом мы ребенка вводим, социализируем в общество обычных детей. Это полезно не только самому ребенку с ограниченными возможностями здоровья, но и также мы воспитываем отношения и других детей к этому ребенку. Таким образом, подчеркивая, что все дети равны, что все имеют возможности, равные возможности к образованию на всех ступенях, начиная из дошкольного образования. Но бывают такие дети, которым необходима компенсирующая группа в силу своих особенностей. И поэтому мы немножечко сегодня именно на ней и остановимся. Компенсирующая группа дошкольной образовательной организации, то есть детского сада, это группа, где осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Данная группа в детском саду работает так же, как и весь детский сад. То есть предусматривается такой режим работы. Если это кратковременная группа, то есть кратковременное пребывание до 5 часов в день, это может быть и группа сокращенного дня, 8-10 часов пребывания, полного дня, 10,5 или 12 часов пребывания, продленного дня и круглосуточного пребывания детей. Также по запросам родителей и законных представителей возможна организация работы групп в выходные и праздничные дни. Но опять же хотелось заметить, что данный режим работы групп устанавливается локальными нормативными актами непосредственно детского сада, в котором эта группа работает. Количество детей в группах зависит от нозологии детей. То есть для каждой категории детей предусматривается свое количество. Если это дети с тяжелыми нарушениями речи, то в норме это 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет. Для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 12 детей в возрасте старше 3 лет. Для глухих детей 6 детей для обеих возрастных групп. Для слабослышащих детей это 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет. Для слепых детей 6 детей для обеих возрастных групп. Для слабовидящих детей 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет. Также с другими нозологиями вы видите на экране и можете ознакомиться. То есть для каждой нозологии детей предусмотрены свои условия, предусмотрены также количество детей, которые посещают эту группу. Кто же работает в этих группах? Безусловно, самый тяжелый труд падает на плечи обычных воспитателей, которые работают в обычных детских садах. Но также в помощь нашим воспитателям работают учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, тьютер, тифлопедагог, сурдопедагог, инструктор по физической культуре, также инструктор по лечебной физической культуре, музыкальный руководитель, ну и работает весь административный блок детского сада. Нужно сказать, что коррекционную работу и специалисты, которые необходимы для работы в данных группах, устанавливаются по заключению психолога медико-педагогической комиссии. Если ребенок с нарушениями зрения или слуха, то, безусловно, в помощь в коррекционной работе приступают тифлопедагог и сурдопедагог. Например, если это ребенок с расстройством аутистического спектра, и в заключении прописано, что ему необходим тьютер в сопровождении образовательной деятельности, то в этой группе будет работать тьютер. Как же попасть в эту группу? Так случилось, что в семье появился ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Какой же путь предстоит проделать семье, чтобы попасть в эту группу, чтобы ребенок получал полноценное образование, дошкольное образование? Семей необходимо обратиться в отдел образования районной администрации, который дает направление на психолога-медико-педагогическую комиссию. При прохождении этой комиссии получают на руки заключения, в которых как раз и прописаны все условия. Как ребенок будет обучаться, где он должен обучаться и какие необходимые условия коррекционно развивающей работы ему необходимы. И с этим заключением семья направляется в дошкольную организацию, где функционируют, как правило, бывает, что направляют как раз в те детские сады, где такие группы есть. Если, допустим, вам необходима группа для детей с расстройством аутистического спектра, то вам дается направление именно в этот детский сад, где уже работает данная группа. Еще раз хотелось бы напомнить, что в компенсирующей группе образовательный процесс строится на адаптированной образовательной программе. Нужно сказать, что с осени 2023 года на территории России реализуется федеральная образовательная программа дошкольного образования. Эта программа единая для всей территории нашей страны. И 60% эта программа основывается на федеральных рекомендациях, и 40% дошкольная организация сама прописывает те необходимые условия. И также это и касается и адаптированной образовательной программы, которая направлена на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. И таким образом у нас также, как и категории детей с ОВЗ, есть и адаптированные образовательные программы. То есть адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с нарушением слуха. Эта программа реализуется как и для глухих, так и для слабослышащих и поздно оглушивших и перенесших операцию по кахлеарной имплантации. Также разработана адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с нарушением зрения. Это слепые дети, слабовидящие и с амблеопии и косоглазии. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Программа для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. Программа для обучающихся с задержкой психического развития. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с расстройством аутистического спектра, адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью и адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. Нужно сказать, что данная программа основывается на специальных принципах и подходах. Это прежде всего раннее начало коррекционно-развивающее обучение, опора на индивидуальный потенциал психофизического развития, а не на паспортный возраст и год обучения по программе. Это говорит о том, что мы адаптируем условия и образовательный процесс на индивидуальные возможности каждого ребенка. Мы не смотрим на возраст, если мы рассуждаем, что в трехлетнем возрасте ребенок должен владеть теми или иными навыками, то для детей с ограниченными возможностями прежде всего отталкиваемся от их индивидуальных возможностей. Взаимодействие с семьей, поддержка и обучение родителей является одним из основных аспектов в работе с категорией детей с ограниченными возможностями здоровья, так как именно семья и родители нуждаются в поддержке, в поддержке как эмоциональной и психологической обстановки, и привлечение квалифицированных педагогических кадров, в том числе учителей-дефектологов, учителей-логопедов, дошкольных дефектологов. Нужно сказать, что самая успешная коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья осуществляется именно в комплексном подходе, когда работают с ребенком не один специалист, а именно целый коллектив всех специальностей, и рассматриваем ребенка не с одной позиции, а именно с разных сторон, с разных его точек развития. И в этом нам помогает как раз цельная и комплексная работа со всеми специалистами дошкольной образовательной организации. Конечно, как и все нормативные документы, адаптированная образовательная программа содержит свои разделы, в которых отражаются и общее сведение о ребенке, и рекомендации, которые даны были психолого-медико-педагогической комиссией, и психолого-педагогическая характеристика, которая делается непосредственно в дошкольной образовательной организации. В организационном разделе программы прописываются и учитываются все условия образовательного процесса. Ну и, конечно, содержательный раздел, который содержит необходимые требования и направления работы во всех сферах образования детей дошкольников. Нужно сказать, что основная цель, безусловно, этой программы – это обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Если мы будем говорить о детях с ограниченными возможностями здоровья, то основная цель состоит в том, что провести не только образовательно-воспитательную работу, как обычно делается в норматипичных детских садах и группах, здесь большой раздел – это коррекционно-развивающая работа, которая учитывает непосредственно особенности данной категории детей. И только затем, на втором этапе, происходит освоение содержания программ в традиционных образовательных областях. Давайте немножечко подробнее остановимся на коррекционно-развивающей работы на примере компенсирующей группы для детей с расстройством аутистического спектра. Нужно сказать, что дети с расстройством аутистического спектра содержат ряд особенностей. Это прежде всего развитие эмоциональной сферы, развитие сенсорно-перцептивной сферы, формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. Здесь нужно остановиться, как раз уделить внимание на то, что именно предпосылки интеллектуальной деятельности. Мы создаем лишь начальные возможности ребенка для дальнейшей его интеллектуальной деятельности. Формирование и развитие коммуникации. Дети с расстройством аутистического спектра – это очень сложная категория, и на сегодняшний день не до конца изученная. И по сегодняшний день проводят исследования, как работать с этими детьми. И не бывает никогда одного ребенка с расстройством аутистического, другого расстройства похоже не может быть на другого ребенка с расстройством аутистического спектра. То есть здесь такой обширный спектр, и он индивидуальный для каждого ребенка. Но есть такие главные черты – это нарушение коммуникации детей и эмоциональной сферы. И очень часто бывают нарушения именно в речевом развитии. Так вот, формирование развития коммуникации эмоциональной сферы для этих детей является самыми существенными. И мы очень много работаем именно в этом направлении. Также это касается речевого развития, потому что есть дети, которые даже если владеют речью, то речь у них нефункциональна. То есть они не используют для обычного с нами привычного общения, как у нас с вами. Профилактика и коррекция проблем поведения. В этой области нужно сказать, что, безусловно, у некоторых детей существуют проблемы с поведением. Но поведение, связанное не как обычно мы можем сказать, что ребенок невоспитан, и поэтому там себя плохо ведет. Это именно его психическое состояние. Таким образом он показывает, что его либо что-то не устраивает, либо ему что-то не нравится. И таким образом мы должны разбираться, в чем же причина данного поведения. И таким образом мы сможем скорректировать это поведение. Развитие двигательной сферы. Особенность детей с расстройством аутического спектра в том, что они очень плохо чувствуют свое тело. И с этим связаны достаточно много проблем для обычных педагогов, с тем, что они не чувствуют пространства, и, соответственно, им необходима другая активность для того, чтобы почувствовать. Не так, как обычно привыкли педагоги работать в обычных группах. Формирование навыков самостоятельности. Эта особенность тоже очень важна для детей с расстройством аутического спектра. Так как часто бывает, что дети, приходя в детский сад, в компенсирующую группу, не владеют элементарными навыками самообслуживания, самостоятельности. Дети не ходят сами в туалет, либо не принимают пищу. И обучение элементам навыков самообслуживания, бытовых навыков, как раз о том, о чем я сейчас говорила, тоже является одной особенностью. Поэтому, учитывая данные все особенности, педагогу необходимо правильно выстраивать коррекционную свою работу. И только когда педагог хорошо изучит эти особенности, понимает направление работы, только когда он усвоит именно вот эти направления, то только потом мы можем говорить и об освоении содержания программ в традиционных образовательных областях. Традиционные образовательные области дошкольного образования включают в себя пять таких областей. Это социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Вы видите, что многие области, они как раз и перекликаются с теми направлениями коррекционной работы. Безусловно, мы не можем их разделять между собой, как коррекционную или традиционную форму работы. Все идет в взаимосвязи между собой. Но прежде всего, чем выстраивать адаптированную образовательную программу или индивидуальный маршрут каждого ребенка, безусловно, нужно очень хорошо изучить особенности каждого ребенка, посещающего данную группу. Вот таким образом ребенок с ограниченными возможностями здоровья, еще раз хотелось бы напомнить, который имеет полное право посещать дошкольную образовательную организацию, может получить образование на первой ступени дошкольного образования. Это может быть как в разных формах и компенсирующая группа, и инклюзивная группа, и отдельный детский сад. Самое главное для нас, педагогов, знать, что каждый ребенок имеет право и возможность быть в социуме и также быть любим, как и все обычные дети. Поэтому, если у вас возникнут вопросы в этом направлении, вы можете мне написать на почту или позвонить по номеру телефона, и мы решим все вопросы. Спасибо, до новых встреч!